Продолжение следует... И вы тоже будьте осторожны. А сегодня поговорим о чем? Эээ, об осе. Маленькие симпатичные осы. Мой оператор-любитель оказывает мне услугу. Итак, осы. Где могут быть осы? Да просто везде. Вот здесь, к примеру. Но в данной ситуации можно было бы увидеть, не поднимая осушку насквозь, она прозрачная. Пом-пом, я поставлю на место осушку так, как будто я здесь и не проходил. А вот где можно их найти много во время, в этот сезон, это вот. Это в садовых зонтиках и зонтиках от солнца. Или под столиками и тому подобное. Сейчас вам покажу простую фигнюшку. Спасибо, мой оператор-любитель. К примеру, история с зонтиком. С зонтиком сейчас ничего не происходит. Даже мухи не видел на нем. А вот под столом может быть что-то. Может, но нет. А вот где есть... Конечно, это под крышей. Так, это видите? Это не гнездо шершня. По крайней мере, я так думаю. Перед тем, как вам показать осу, сейчас вам кое-что покажу. Это очень опасная штука. Шутка? Это просто улитка. И ни в коем случае не путайте улитку с шершнем. Хотя я уже видел таких людей. Вуаля. Ну а теперь вернемся к тому, что нас интересует. То бишь, оса-полист. С полистом вы можете справиться в определенных условиях сами. О, а это другая улитка. Сейчас вам покажу, где эта оса. Только что одна прожужжала возле моих ушей. Видите эти маленькие гнезда? Так, сейчас с этой стороны посмотрим. Вуаля. Не очень-то и удобно. И, конечно, они знают, куда прятаться. Вуаля. Видите, это маленькое гнездышко осы. Фокусируйся. Вуаля. Вначале гнездышко очень маленькое. А потом очень хорошо оно развивается. А в конечном результате вы можете попасть под хорошую раздачу. Я вам предлагаю два решения. Первое решение – это пропылесосить гнездо. А потом продезинфекцируйте, где находилось гнездо. Чтобы не вернулись другие. Так, еще что-нибудь есть? А вот, посмотрите. Смотрите, оса даже не шевелится, и пофигу. И, как вы видите, здесь уже три маленькие оски. И хоть они маленькие, но они очень супер больно делают. И в такой опции вы можете опрыскать ее дезинфектором. Рекламу моего продукта я не буду делать, потому что это мой продукт. Вы можете, в принципе, его купить где угодно. Я покажу, как оно из себя выглядит для тех, кто не знает, что это такое. Неплохая штука. Конечно, это инсектицид. Против пауков неплохая штука. Ну, а также теперь его можно использовать против шерстей и ос. Ну, а это надо использовать рано утром. Немножко опрыскать гнездо, и все. Ну, или используйте решение пылесосом. Но использовать инсектицид из-за одной осы, это как-то глупо. Ну, хотя это зависит от вас, во сколько вы оцениваете жизнь осы. Пшикну на гнездо, а что касается стула и стола, оставлю их на своем месте. А те насекомые, которые находятся снаружи, вернутся, прикоснутся к гнезду, и все. Конец истории. И так они никого не пожарят. Хотя эта маленькая оса, я должен вам сказать, жарит довольно больно. Вот так вот, немножко отравы. Это недорого стоит. Ну, а осы, осы, те, которые находятся снаружи, прилетая обратно к гнезду, прикоснутся к химикату, и все. К сожалению, в этой ситуации выбор ограничен. А вот с улитками ничего не поделаешь. А в принципе, может, хозяйка и выращивает улиток здесь. Это вот, вуаля. Сказать честно, не такой уж и чистый этот продукт. Ляпает везде. С этими осами покончено. А те, которые прилетят потом позже, сами потом покончат с собой. Вы можете, конечно, потом убрать гнездо. Ну, я вам советую оставить. Ну, а через несколько дней вы можете его убрать и дезинфиксировать место, чтобы не оставалось запаха. Уксус, неплохая вещь. А вот, случайно с крышей, там уже надо действовать. Осапа-лист очень полезная. Эта оса поедает маленьких гусениц, других насекомых. Ой, как задолбала меня эта маска. Это потому, что у меня большой нос. И парикмахера к тому же у меня нет. Я уже похож на чучела. Да и раньше я был на него похож. В общем, что хочу сказать. Осапа-лист, она может обосноваться где угодно. Утречка в небольшую дозу отравы. Или пылесосим, если можете. Ну, а если ситуация происходит на крыше, то можете вызывать нас. До следующего номера, до скорого. Сидите дома и соблюдайте все ограничения. Через 6 месяцев закончится все это. До следующего номера. Чао-чао.